Трещины на стенах, местами отвалилась штукатурка, сырость, плесень, замыкает электропроводка. Этому дому на Нурсате всего 9 лет. Вместе с осадками в квартирах появилась сырость, а внешние стены покрылись плесенью. Причем на всех девяти этажах. Крыша в многоэтажке тоже прохудилась. Счастливые обладатели квадратных метров во время дождей вынуждены бегать с тряпками и тазами по комнатам. Вода с крыши стекает до второго этажа. Все переезжают, либо сдают квартиры в аренду. Из-за стекающей с потолка воды жить здесь невозможно. Свет постоянно отключается, отопление отсутствует. Мы приглашали оценщиков, и они сказали, что дом нуждается в экстренном ремонте. Не выдержав испытаний, половина жильцов съехали. Кто-то квартиры сдал. У кого-то такой возможности нет. Вынуждены жить без элементарных благ в постоянном страхе, жалуются жильцы. «Мы здесь живем с 2013 года. У меня квартира на первом этаже. Из-за воды, стекающей с потолка, в доме сырой, в двух комнатах нет электричества. Зимой отапливаться приходится обогревателями, так как отопление не работает уже давно. Но с нас всё равно берут оплату за отопление, которого нет. От сырости дети постоянно болеют». В управлении жилищно-коммунального хозяйства тем временем подсчитывают, сколько денег потребуется на ремонт аварийной девятиэтажки. «В рамках госпрограммы в 2012 году был построен девятиэтажный дом из пеноблока. С крыши действительно течёт вода, и на ремонт необходимо 39,5 миллионов тенге». Состояние аварийного дома повергло в шок секретаря городского маслехата. Бахадыр Нарамбетов заверил, что проблема жильцов злополучного дома будет решена. Причём произойдёт это до наступления холодов. «Мы увидели дом, можно было бы не доводить его до такого состояния. Впереди осень, начнутся дожди. Опять дом начнёт топить, заливать лифты, квартиры, подвалы. Специалисты жилищной инспекции говорят, что необходимо 39 миллионов. Эти деньги можно найти». Обещание исправить недочёты жильцов обнадёжили. На что сейчас уповают жильцы, так это на погоду. Горожане надеются, что смена сезонов не будет стремительной.